Связан еще и с тем, что, безусловно, мы наблюдаем очень сильное расслоение между богатыми и бедными, а за время пандемии мы увидели, что богатые богатеют, а население продолжает мщать. Соответственно, поэтому можно смело говорить, что Россия неизбежно будет явить левое поворот, это то, что, безусловно, случится. Об этом говорит сейчас уже и Владимир Владимирович Путин, об этом начинают говорить и все партии, и так или иначе пытаются в своей компании устроить левую повестку. Однако, в большинстве случаев, это выглядит как попытки скрестить бульдога с носорогом, по крайней мере, если вы говорите текущий электоральный цикл. И все эти обсуждения попыток внутренней левой повестки мы могли наблюдать в социальных сетях, в информационном пространстве, то, где избиратели обсуждали и делились тем вообще, что происходит. во время выборов, агитаций, и как они на это реагируют. Начнем с партии КПРФ. Для них левая повестка, на самом деле, абсолютно органична и актуальна. Это логично, партия левого толка. Но, опять же, с левой повесткой нужно уметь работать. И с точки зрения партии КПРФ, есть большой недостаток в работе с левой повесткой, это попытка приватизировать эту повестку. А сама по себе левая идея не подразумевает единоличного обладания или приватизации того или иного. Самым ярким примером попытки приватизировать повестку и неправильной реакцией на происходящее событие была реакция на визит сопредседателя партии справедливой России за правду Сахарова Келепина на предвыборный съезд партии КПРФ. На самом деле, можно было спокойно дать выступить гостю, и не было бы никакого информационного шума, но КПРФ все-таки пошли по пути приватизации идеи, и такую возможность не предоставили. В связи с этим, на самом деле, в тренды новостей, во всех социальных сетях обсуждался не съезд и итоги съезда, а появление Сахара Келепина и реакции партии на это появление. Следующие по проблемам в работе с левой повесткой являются ЛДПР. Партия славится своими популистическими заявлениями, но в этот выборный цикл партия решила в том числе попытаться пойти по левому направлению и сделала несколько ярких заявлений о том, что провод был увеличен просто в разы, а все долги за ЖКХ населения будут списаны. В результате не только СМИ критически отреагировали на данные заявления, но также и парламентские партии левого толка, которые обычно стараются поддерживать левые идеи. Ну и, конечно же, это вызвало абсолютное негодование в социальных сетях и интернете, где активно обсуждалось о том, что ЛДПР теперь уже совсем предлагает что-то невозможное, потому что для населения абсолютно очевидно, что МРОТ это какая-то мифическая вещь, которые никогда не будут соответствовать нормальному уровню прошедочного минимума, хотя как бы периодически такие идеи возникают, но, видимо, не при нынешнем действующем курсе. И последнее по очереди, но непозначимость, это Единая Россия. Еще в 2020 году Дмитрий Анатольевич Медведев после публикации предвыборной программы партии «За правду», где был обозначен безусловный базовый доход, что было сделано в июне 2020 года, буквально через пару месяцев, Дмитрий Анатольевич выступил с инициативой о том, что почему бы нам не ввести безусловный базовый доход и даже взял ту же сумму 10 тысяч рублей, которые были указаны в программе партии «За правду». Выборы 2020 года прошли, инициатива внесена никуда не была, но и, собственно, об этом все забыли. Ровно до момента, когда не началась подготовка к новому электронному циклу, когда Единая Россия вновь вспомнила про безусловный базовый доход, начала обсуждения на форумах, в экспертных сообществах, снова заговорили о том, что необходимо возможно ввести такую меру социальной поддержки граждан, и тут начались выплаты. Выплаты, связанные и обоснованные пандемией, по 10 тысяч рублей разным категориям граждан. Последняя волна выплат произошла непосредственно перед выборами, и, по мнению, видимо, партии власти, должна была привести к абсолютной радости среди населения. Однако, как показывают исследования общественного мнения, как в интернете, так и в зависимых соц. опросах, люди восприняли это как попытку подкупа, причем яркую, открытую и абсолютно не скрываемую. Я не поддерживаю, и не просу. Понятно, надо именно голосовать. Я уже выбираю, за кого я буду голосовать, и это не зависит от 10, 20, 50 тысяч. Если у человека есть представление, абсолютно маломальское, о том, что происходит, да, за эти все годы даже пенсионеров должны, все-таки, нарушить посады, ну, они сделают как бы выработать. Ну, это смешно, через смысл, как человек, есть выбор. Даже если ему 10 тысяч платят, значит, неплохо, но так откровенно призывать за единую Россию. Находясь столько лет руководящей роли из всех партий, я не ощутил никаким образом, ну, и даже, можно сказать, действия на, так сказать, обеспечение пенсионеров. Для команды это большой день, и кто-то их поддержит. У нас понимаешь, что это большое количество, очень сильно. Не такая-то сумма, знаете, чтобы за нее там устали все, уже устали, все хотят? Так вот, приведенные примеры показывают, что на самом деле существуют попытки уже партии работы с левой повесткой, но пока не все они успешны. Соответственно, для того, чтобы эффективно работать с левой повесткой, необходимо, чтобы это были не точечные какие-то заявления, которые выглядят, как будто вдруг старшеклассника решил заменить себя первоклассником, и вместо белых бантиков платил красные бантики. Они должны быть встроены в риторику партии, отмышлены в программе идеологии партии. Коллеги, хочу повторить, что поступающие никакого отношения к электронной электронной политике не имеют. Спасибо. Так вот, возвращаясь все-таки к левой повестке, и как раз к электронной политике, несмотря на то, что коллега не мог промолчать, не сделал замечания, мы все-таки вернемся к тому, что левую повестку, помимо того, что нужно встраивать в постоянную альтуику партии, чтобы она действительно имела место для существования и нормально воспринималась избирателями и электоратом, необходимо также правильно с ней работать. Правильно это значит, во-первых, не считать, что раз левая, то это должно быть что-то консервативное и абсолютно устаревшее а-ля брошюра к газету, исключительно так. А с другой стороны, должна быть очень доходчивой, иногда радикальной. И, конечно же, для нее стоит использовать исключительно современные методы донесения информации. При использовании левой повестки нужно стараться говорить прямо, открыто и называть вещи своими именами, для того, чтобы, опять же, она хорошо воспринималась и была понятной избирателем. Хотела бы продемонстрировать наглядную роль, которая показывает, что это такое. Коллега про электро, который сделал сообщение, прошу вас тоже посмотреть. Перекличка по стране. Образование. Консольство. Медицина. Более. Честная судебная система. Синит. Пентиль. Я здесь. Почему я такая маленькая? А она там уже не растет. А вы кто вы вообще? Это кризис в Антарагоне. Как? Вы же должны были исключить. А это? Скажите спасибо, беспредел. Выручил. Что у вас здесь такое происходит? Выбираешь такую страну, выбираешь меня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Выбираем лучшие будущие для России. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо за комментарий про то, что этот ролик все видели, что еще раз подтверждает, что использование современных методов распространения агитации за левую повестку очень эффективно позволяет ее донести, а главное запомнить. Так вот, для того, чтобы в будущих электоральных циклах еще увереннее выступить с левой повесткой, которая, как я уже говорила, будет только набирать обороты, с Нового года «Справедливая Россия за правду» запускает школу депутатов и школу кадрового резерва. Мы будем не просто обучать наших действующих депутатов, наших будущих кандидатов, тому, как работать с левой повесткой, с повесткой с точки зрения идеологии. Мы будем учить их и тому, как правильно и эффективно ее доносить до населения при помощи современных электронных инструментов. Собственно, об этом я бы хотела, чтобы дополнила Нелли Булатова, которая отвечает у нас за новые современные цели. Те самые, которые не входят в эту площадку, нам пытались доказать. Можно я и сиди пропустить, как видно. Да, я хочу сказать о том, как, наверное, нужно доносить эту левую поездку. И доносить ее надо, конечно, через те социальные сети, которые сейчас в тренде. Почему-то все всегда считают, что левая повестка должна быть у нас в «Контакте», в «Одноклассниках», на газетах, на брошюрах. Нет, там она не должна выйти уже давно. То есть мы заходим, по крайней мере, справедливо, если не за правду, в три основных истории. Это ТикТок, который в этом году нам показал, что аудитория там выросла по возрасту. Там мы видим уже аудиторию 35+, которая выросла из либеральной истории. И все-таки хочет видеть ту самую левую повестку. Это Телеграм, который нам будет помогать со школой депутатов, который будет помогать нам с клубом депутатов, где будут закрытые чаты, где будут отдельные школы, где будут информационные поводы. И в том числе, конечно, это не только школы, это, в принципе, заходы в Телеграм, партии, как основного источника информации. То есть Телеграм сейчас для многих СМИ является источником информации. И если выходит новость в Телеграме, как у нас, да, у депутатов есть личные Телеграм-каналы, то СМИ видят новость в Телеграм-каналах, и с них делают свои дальше новости, да. То есть если эта новость нынче была продублирована в Facebook, ВКонтакте или любую социальную сеть, особенно типа одноклассников ВКонтакте, эта новость для СМИ не будет первоисточником вам нового. И ее уже брать просто не будут. Также один из инструментов Яндекс.Эф, конечно, история ЖЖ забытая, надеюсь, навсегда и надолго. В этом плане «Справедливая Россия за правду» предлагает инновационные решения, да, и в том числе хочу еще раз вернуться к ТикТоку, с точки зрения того, что наше видео, да, которые были на выборах, которые идут сейчас, набирают миллионы рассмотров за счет того, что эта социальная сеть стала пускать левую повестку, стал ее любить, там люди доросли до нее. ВКонтакте уже люди либо совсем молодые, да, куда, ну, им не нужна, да, эта повестка. Либо человек не понимающий эту историю. Как, наверное, про сутсетей, пока все, да. Спасибо большое. Я надеюсь, было достаточно электронно.